В одном из своих видео я уже показывал, как сделать вот такую вот замечательную подставку. И поверьте, конструкция получилась настолько удачной, что у меня их практически разбирают, друзья, как горячие пирожки. И время от времени мне приходится пополнять свои запасы. Итак, сегодня, как вы уже поняли, я буду делать еще вот такую вот одну подставочку. Но она у меня будет намного компактнее. Это у меня сделано из 6-миллиметровой проволоки. Ну а сегодня я буду делать из 4-миллиметровой. И, как всегда, из всякого хлама. Есть у меня вот такие вот плечики. Это тоже часть от них, только уже выпрямленная. Это вот и будет в дальнейшем моя универсальная стоечка для рыбалки. Для начала разбираю плечики. Мне понадобится вот эта вот основная часть. Ее нужно будет выпрямить. Вот этот лишний хвостик обрезать. Кстати, вот эти прищепочки тоже выбрасывать не буду. А потом их переделаю и сделаю из них небольшие струбциночки. Для начала при помощи тисочков нужно выпрямить эту проволоку. Довольно она такая тугая. Ну, зато стоечка будет из нее крепкая. Никого не призываю повторять все точно за мной. Просто я не люблю выкидывать какие-то хорошие материалы. В данном случае плечики. А под стоечку они пригодятся. Вы же можете взять обычную проволоку. Уже ровную из нее делать. Мне нравится чем-нибудь заморачиваться. После того, как все выровняло, разделил длинный пруток на две половинки. Так как где была вот здесь сварка, слабое место, оно сразу же сломалось. Поэтому чуть-чуть будет побольше сварочных работ. Дальше загибаю заготовочки. Вверх изогнул при помощи тисков. Теперь надо сделать небольшой наклончик. На одной части и на второй. А с третьей части я уже буду удлинять, делать ножки. Металл у плечиков попался такой довольно жесткий. Поэтому придется немного потрудиться побольше. Один изгибчик готов. Делаем второй. Изгиб делаю на черенке от лопаты. Немного вот так вот загнул, а дальше уже можно поджать тисками. Итак, принцип вам понятен, я думаю. То есть получается одна цельная, длинная, изогнутая. Одна коротенькая. И здесь вот такой вот вставыш я вварил. На вот этой же стойке пришлось делать из трех частей. То есть вот это вот будет у меня нижняя часть. Здесь потом заострю. Это вот сюда вот у меня приварится. Третья у меня будет вот так вот стоять. В общем-то я думаю все должно получиться. Подвижную часть я сделал чуть-чуть пошире. Чтоб она спокойно проходила через неподвижную часть. На подвижной части сделал вот таких два загиба. Здесь надо будет приварить пластинку. Вот что-то наподобие вот этого. Для того, чтобы она у нас вот так фиксировалась. Для крепления подвижной части сделал два вот таких вот уголочка. Просто вырезал болгаркой из обычной пластины и загнул. И так же просверлил отверстие. Теперь мне их нужно будет приварить вот таким вот образом. С двух сторон. Немного все прихватил на сварку. Получилась вот такая вот интересная миниатюрная стоечка. Честно скажу, за красотой не гнался. Сварщик из меня никудышный. Только учусь варить. В таком положении эта стоечка очень хорошо подходит под любое удилище. То есть ее втыкаете где-то в грунт. И все удилище у вас всегда на месте под рукой. Если же вот так вот ее перекинуть. И вот так вот воткнуть немного в наклон. То в таком положении можно ставить спиннинг, донку, ну и так далее. По сравнению с предыдущими моими стоечками, получилась она очень-очень компактная, легенькая. Буду ее использовать для маленького спиннинга. Есть у меня 3,6 метров маховая удочка для ловли уклейки. Как раз для этих целей. Длина у меня получилась 29 сантиметров. Теперь остается ее только покрасить. Как я и планировал, все у меня получилось. Вот так вот выглядит эта стоечка в собранном виде. Ставится она немного в наклон, в грунт втыкается. Если же ставить спиннинг, то в обратную сторону. То есть грубо говоря, вот так вот он ставится. И здесь упирается катушкой. Немного заострил краешки, чтобы втыкать в грунт было проще. Ну а на этом у меня все. Всем, кто досмотрел это видео до конца, спасибо за просмотр. Всем пока. И до новых встреч, до новых интересных видео. Субтитры сделал DimaTorzok